Добрые ранницы! Выглядите информационный выпуск телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. У Гомельской области сё лето створили свыше тысячи новых працонных мест и увели в эксплуатацию больше 300 тысяч квадратных метров жилья. Выники социально-экономичного развития и выполнения регионального бюджета разглядели на посаджении облы Канкама. Настасья Кучинская, Володая подрабязностями. По выниках первого года Гомельская область выполнила доведенные задания по экспорте товаров, притягнение промых замежных инвестиций и створение новых працонных мест. Так само добрые выники по жилёвым будауниствии и яше некольких важных пунктах. Разом с тем, некоторые ключевые показчики досягнуты не были. Размова у первшую шаргу праволавы региональный продукт. Тут недобрали 2,5% пункты. По мерковании специалистов в сёнишних умовах это не самый дренный выник. Во вселях им разе сярыдни по краине. Что помешало нам выйти на запланированный рубеж? Одно практическое предприятие – это наш белорусский металлургический завод, который, к сожалению, пока работает с нагрузкой где-то примерно в 77-78%. Без этого предприятия мы имеем 100,5%. То есть практически были бы в графике в плане и вышли бы на те параметры, которые доведены правительством. В наступном квартале отставания плануются ликвидовать. Як кажутся специалисты, передумывают для этого есть. Але пройдется уличвать снижение объемов вытворчести на БМЗ и Мазырским нафтоперапрацовшем заводе. Яшедна голена, по якому прогнозуется отставание, в удалничий комплекс. В силу того, что крупные инвестпроекты, которые мы реализовывали в предыдущие годы, в основном завершены. И, конечно, по объективным причинам в этом году Гомельская область показатели будет иметь несколько скромнее. Поэтому наша задача – перекрыть строительный комплекс за счет других отраслей. По всем остальным параметрам ситуация предсказуемая, она достаточно управляемая, и мы видим, что там динамика будет. Другое важное питание, якое мерковали на посяжении Аблвыконкам, а выники в иконании областного бюджета. Доходная частка склала каля 10 триллионов рублей. Расходы трохи перевысили гэтую сумму. Разом с тем заховалась асоциальная накерованность бюджета. Утым лейко в область подспяхово справилась с выплатами отпускных работникам бюджетной каляны и выплатами адресной социальной поддержки. Настасия Пучинская, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Гомель». Господарки Беларуси намолотили другие миллион тонн сбожжа. У лидерах по раннейшему аграры Гомельской области. У регионе собрали больше, как 515 тысяч тонн. 20 тысяч тонн сбожжа новых аураджаю на рахунку аграры у Мазырщины. Напереды дни у районе ушановывали перших тысяч некау. 6 тысяч 370 тонн сбожжа при середней ураджайности 47,5 сантиметров с гектара. Ровных сагаз комбинату «Зара» сегодня у районе нема. Заповедно от знаку тысячу тонн перосягнули два экипажа господарки. Желтые майки лидеров, премьера у молодой экипаж, у складе комбайнера Виктора Голуба и его помощника Александра Кудзина. Про монополию ритуалу знагороджения постарались надать максимум мурачистости. Делали свою работу, результаты у нас получились такими. Естественно, старались, шли к этому рубежу. Условия погодные позволяют, но мы работаем, стараемся. Уже на іншем поле в Веншаване отримал экипаж Александра Высоцкого и Юрия Борисенки. Опытный комбайнер не первый год, сирот лидеров пана Молотя. Мы стараемся подольше работать, раньше начать, чтобы выбрать, покуда погода стоит сухое. Жерно сухое, надо по-быстрому выбрать, без потерпи, без нишава. Уборочная кампания сегодня заявляется темой номер один не только для тех, кто непосредственно працует на полях. Повиншаваясь мазырских передовиков-тысячников с поспехом, приехали представники областного профсоюза, работников химичной, горной и нафтовой промысловости. Профсоюзы области, хочу сказать, в целом ежегодно, традиционно участвуют в уборке урожая. Это выражается и в обеспечении санитарно-бытовых условий тружеников села. Также это заключается в том, что работники должны отдыхать, должны получать горячее питание своевременно. Ну и плюс не забываем, конечно, о культурном и духовном воспитании, организовывая среди них концерты. Но вот сегодняшнее вот такое награждение – это лишний повод сказать огромное спасибо людям за их напряженный, напряженный труд. Кожная уборочная кампания мает свои особливости. У в этом году спякотная надворья под рабою от механизаторов оперативности. Спелая зерня обсыпается, а это страты и в урожайности, и в намолоде. Каждый год все, наверное, сложнее и сложнее, поэтому как-то нашли какие-то технологические моменты, которые помогают нам традиционно получать высокий урожай. В этом году более 50 центнеров с гектара и рожь дает, и озимая тритикали. Ну, а когда есть урожай, тогда и механизаторы интереснее работают, им приятнее, есть намолод, есть заработок. У Зары убрано уже 77% площадь. Это выше, чем средний выник по районе. Завершить уборку сбоживых тут плануется после выходных. Илона Шауловская, Светлана Грудькович, Славу Перасыпкин, Телеканал Мазыр. Специально для Телерадио Компании Гомель. Каля тысячи земельных участков, что год предоставляется жихарам в области для индивидуального жильевого будовництва. И приблизно 30% за невыконание законодавства удалейшим вертается в державную майомость. Об этом на пресс-конференции поведом и начальник землеупродковальной службы гомельского аблоканкама Александр Матарас. Сгодно законодавству, грамадянин, який отримал участок на протягу 12 месяцев, повинен приступить до будовництва. Калі гэта не отбывается, яго чакают штрафные санкции, а пасля земля у вогуля може вернуться в державную майомость. Самож будовництва необходно завершить не поздней, чем за три годы. В особных выпадках яго мог чыма падожить до 7 годов. Работы лічаться завершенными, коли на участку закладены фундамент, узведены стены и дах. Катыгоры грамадян, які мають потребу у поляпшенні жилёвых умов, могут скорыстаться льготами для больш хуткага трыманні земли. Аднак зарабіць гэта можна толькі адзін раз. Калі законодавства парушена і як вынік земля ў господару адбіраецца, гэтае право ў далейшым аннулируецца. Як азнацшоу Александр Матарас, часта людзі неправільна оцэніваюць свае фінансовай махчымаці, што ў далейшым стварая ім праблэмы. Многі беруть земельный участок на всякий случай, не предполагая о том, що у них є соответствуючі об'язанності, які влікують для них в негативні последствия. Хотелось б остановиться на об'язанностях землепользоваті. Получили участок. Участок должен быть всегда с первого дня получення документа у регистрації земельного участка, должен быть всегда благоустроен. Выкашан, должен быть порядок на этом земельном участке. В противном случае, опять-таки, как санкції, так і возможності з'яція земельного участка. На двор я протягвае, падносіць сюрпрызы. Напереда дні у Гомелі ровно за одну гадзіну, што протягваўся дождь, выпала амаль 19 мм опадкаў. Гэта больша, як палова декадной нормы. Месцами означаліся моцные парывы ветру. На сёні ургіоні обвешчаны оранжаву узровень небяспекі. У дзень на большай часты тэритурі чакаюцца дожджы і навальницы. Месцами макчымы граты моцные ливні. При навальницах шквалістае узмацненне ветру парывами да 15-20 метров за секунду. Температура поветра ў дзень складе да 33 градусаў. Во усіх храмах і монастскіх святынях Русской православной царквы прайшла акція «Слава Табе Божа». Яна промеркована да дня хрэшчэня Русі. Гомельская і Туровская епархі таксама не засталіся ў Баку. Заходам акцы назіралі нашы корэспандэнты. Ровно апоўні пачаўся святошны благавест. Перазвон промеркованы да дня памяти святога ровно апостальнага князя Уладиміра. По усіх прыходах і монастырах Гомельшаны прокатілася хваля урачыстага перазвону. Гучным звоном з усіх церквав обвешаны дзень хрэшчэня Русі. Уже ў сёму раз гомельшані маюць макчымаць пачуть набліжэне перасонай званіцы кожны ў сваім районі. Вось і зараз на протягу 15 хвілін званар разносив по Гомелі заклик «Слава тобі Боже!» Этот звон как раз таки ознаменовал вот именно то самое торжество, которое мы сегодня с вами празднуем. По благословению нашего правящего епископа, епископа Гомельского Жлобинского Стефана, в городе Гомеле была проведена передвижная звонница. У нас есть в епархии такой необычный атрибут. И передвижная звонница двигалась по нашему Гомелю, по основным улицам города. Опять же, вот с этим торжественным колокольным звоном, который напоминал нам о радости принятия христианства. У першыню у святых решэня Русі хваля перазвону у храмах усіх епархий русской царквы была організована 4 годы тому. До фестивалю перазвону долучыліся більш за 100 городов з Расію, Беларусі, Казахстана і Зербайджана. Сутнасть акції – уяднання православных християн з розных країн у молитві до Господа. Хрэшэні Русі отбылось у 988 годі. Гэта ключовая гістарышная падія звязана з імем святога князя Уладзімира. Гісторики называють Уладзімира Вялікім. Царква – святым ровноапостальным. Народ дав йому ім'я Уладзімир Червоная Сонійка. Цвятковання Дня Святого ровноапостального Уладзімира було установлено Александром Невським. Після закінчення боскій літургії у храмах Гомельська і Туровській епархій проходит урочистое набаженство об нашій Айчіні, освіченне святлом істіны Христовой. Если хтось вспомнит це событие, вот ви видите, написано День Крещення Руси, вспомнит, що це нам несло, і рука чья-то підніметься лишній раз перекреститься, поверьте, що і ангелы будуть радуватися на небесі, і Христос, звісно, зовсім по-другому немножечко буде смотреть на нас, тому що це буде шаг навстрічу йому. Людмила Чарнецька, Марина Сівер'янова, Сергій Лукашук, Теллера, Део, компанія Гомель. У Гомелі раскрыли секрети створення щасливих семейних односінов. Майстер-класс на гэтую тему прайшов у обласным центру у Першиню, яго провели супрацовніки отдела ЗАГС адміністрації центрального района. Падрабязнасті у сюжеті Ганны Кавалёвой. Інформацію про тое, що у отделі ЗАГС адміністрації центрального района Гомеля отбудзіться урок щастя, організаторы размістили у соціальних сітках. Жыдаючих прыняць у дел, казалася, каля 30 чоловек. Саруды, як будучі супруги, які подали уже заяву у ЗАГС, так і одинокі молоді люди. Своїм випутам і ведамі з імі діалілася сіамінний психолог Оксана Снопок. Своїм вучнім спеціаліст розповіла, як знайсти своє кахання, розібратися у тим, які ролі повинні виконувати мушіна і жанчіна, і як наполніть одну сіна поміж імі гармонію. Тема дуже важна, тому що в паслідне время дуже багато девушок і мушін стали обращаться по поводу создання щастливих відношень. І знання психології, знання каких-то маленьких секретів і нюансів позволяє відношення між мужчин і жанчіна улучшити і бути щастливими в бракі. Дарайші гэты годна шлюба пакуль не особливо ураджайні. Супрацівніки ЗАХС зв'язуюсь гэта з тим, що їон високосний і для заключення шлюбів по нікторых повір'ях не спраїльні. Для поравнання у центральному отделі ЗАХС Гомеля у минулому годі за перші по годі своє односі наформіли 408 пар. Сю літа ж на сотню менш, а вось кілька із разводів на два рот поверічилася амалю два разы. Я віжу, як приходять пари, як вони общаються. Иногда даже подвае заявлення у мене в кабинете, вони виясняють відношення, не можуть договоритися між собою, а в реміні регістрації, ще щось. Я просто смотрела, як люди між собою общаються. Пришла така ідея зробити таке мероприятие. Спеціалісты центрального отдела ЗАХС подяються, що подобні майстер-класи допомогуть хоч крыху змініть ліжби статистики, заховати кількость шасливих пар і що остатні установи такого ж профілю підходять добру ініціативу. Виротовальники виявляють мацнейшого. У Гомелі сьогодні завершиться чемпіонат Гомельської обласної організації «Асвод». У дел приймають 15 команд. Закрываясь поборніствы самая відовішная дисципліна – выход виротовального катера по тривозі з пошуком і доставанням манекена. Тут поспіх залежиться от зладжаной праці усій команди. Переможця отримають особний приз – малый кубок. Вогу лежу програмі чемпіонату – чатырі дисципліны. Удельники плавали на худкості, кидали на докладність виротовальний круг, демонстрували майстерство керування лодкай. Усе практикованні – частка по усідзінній праці виротовальників. Головне одрознення, коли на споборніствах усе вымірається секундами, то на практиці – виротованими життями. Так що з подрихтовкою усе добре. Переможців виявляють особистими командним заліках. Мероприятие інтересне і з кожним разом все інтересне і інтересне проявляється. У роботників, у участників. Появляється азарт. Коли ми це діло починали, було, ну, чого греха таїть, як-то виловато. А зараз можете видіти самі. Команди болеють друг за другом. Вигляделі інформаційний випуск талі радіокампанії «Гомель» у студії працювала Наталья Ігнатєнка. Я і мої колеги жідаєм вам удалого дня. До нових зустріч у ефірі. Дякую.